всем привет с вами Светлана Никичук и вы на моем youtube канале для тех кто меня не знает хочу напомнить что я нутрициолог спортивный диетолог с опытом работы в диетологии уже 12 лет а 22 года я работаю в сфере коррекции веса начинала с фитнес-тренера и уже больше 14 тысяч выпускников моих онлайн программ получили очень хорошие результаты запись на онлайн программу я оставляю всегда под видео а сегодня хочу в такой неформальной обстановке на природе рассказать вам собственно как мы работаем с Аней и как я подбирала ей программу питания потому что об этом очень много вопросов и многие следят за нашей историей за нашим таким реалити а на с чем мы начали когда Аня ко мне обратилась я ее уже знаю собственно давно но только месяц назад она решилась на такую уже глобальную работу с весом такие большие изменения первое что она сделала это заполнила большую анкету после чего мы с ней пообщались естественно благодаря такой анкете а я именно с такой же анкеты работаю на своей онлайн программе шестинедельной который называется нутрициологика а я что изучаю я изучаю естественно вес человека возраст диетную историю то есть как худела сколько раз на сколько килограмм как удерживался вес какая-то диета была это очень важные моменты которые важно учитывать потому что мы уже с вами можем предположить то что возможно уже есть какая-то метаболическая адаптация к диетам возможно уже есть какое-то нарушение пищевого поведения потому что диеты они способствуют нарушению пищевого поведения и потом очень сложно с человеком работать возможно человек уже прошел с жесткими диетами огонь воду и медные трубы да и после чего организм не хочет отдавать лишний вес поэтому вот это изучение этой диетной истории крайне важно перед началом совместной работы дальше мы с ней изучили ее состояние здоровья у нее есть там особенности здоровья щитовидной железы есть некие моменты по гормонам по женским половым гормонам и мы уже могли предвидеть то что вес тоже может идти достаточно медленно а что еще после того как мы с ней все обсудили до разобрали и анкету я задала еще уточняющие вопросы я попросила ее заполнять несколько дней такой дневник питания но это делается очень легко она просто фотографировала все что на ела и мне просто-напросто отправляла все приемы пищи вплоть до любых перекусов кофе в общем все 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 что она употребляла за день это нужно было ей делать примерно три дня я обязательно прикреплю сейчас здесь фотографии ее питание до начала программы питания что это дает это называется изучение пищевого статуса то есть мы изучаем с ней что как какое конкретно питание сейчас у нее в данный момент то есть это какая порция она есть много или она есть мало что у нее в тарелке она дает предпочтение жирам или углеводам или белкам то есть вот это вот изучение питания на данный момент тоже крайне важно потому что мы не просто можем с ней посчитать вообще когда мы начинаем работу с весом и не просто считаем калории да потому что если бы так все было просто то мне кажется тогда в принципе нутрициологи да и такая вот индивидуальная работа на не нужно было бы каждый просто по формуле хариса бенедикта или мифлина санджиора взяли бы посчитали себе так мне нужно столько-то калорий и все нашли любую программу питания таких очень много в интернете даже бесплатно но это не работает почему объясню например в айном случае она из тех людей кто ел мало вот заметьте она ела мало но при этом она говорит я пухла 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 на глазах я прям говорю сейчас дословно а почему это так потому что ее питание в основном состояла из быстрых углеводов поэтому постоянно повышая глюкозу она не чувствовала голод но при этом ела очень мало при том что постоянно повышала глюкозу соответственно постоянно повышался инсулин который растаскивал эту глюкозу ее было слишком много ее было в избытке да поэтому невозможно было задепонировать всю глюкозу в мышцы в печень приходилось всю эту лишнюю глюкозу отправлять в жировые отложения поэтому получается такой эффект я ем мало вроде бы как и не часто а у нее всего было два основных приема пищи в день но было очень много перекусов сладкий кофе к сладкому кофе маленькая конфетка опять сладкий кофе к сладкому кофе это маленький кусочек пирога и вот это было постоянно но в голове то откладывается что ты ешь всего-навсего два раза в день и при этом у тебя вес растет если у вас такая ситуация вот напишите обязательно в комментариях вот на что нужно обратить внимание да сразу же я для чего эти видео вообще показываю чтобы вы тоже проводили такой анализ что вы глядя на нашу работу на эту историю могли уже самостоятельно до что-то заметить в своем питании просто-напросто записывайте все что вы едите за день и вы увидите что оказывается часто люди едят не так уж и мало и не так уж и редко да и почему весы растет и собственно вот у него была такая ситуация ем мало очень часто да но при этом поправляюсь для чего мне нужна эта информация когда я подбираю программу питания должна понимать какая порция должна быть у человека потому что из тех кто ест мало дать им большую порцию а мы можем это сделать мы можем это подкорректировать питанием мы можем скажем регулировать этот объем приема пищи до независимо от того какое будет у человека бжу но на одну и ту же калорийность и на на один и тот же состав белков журов и углеводов мы можем взять порцию 400 500 600 грамм а можем взять всего на всего 150 и то и другое будет иметь абсолютно одинаковый состав вот калорий белков жиров углеводов но вот это понимание насколько человеку нужно насытиться до какой объем ему нужен для этого собственно у нас я вот в работе применяют такое отслеживание питания до того как мы начали что дальше произошло она мне отослала все я это все посмотрела я понимаю что по ее весу а мы начинали свеса сто тридцать восемь килограмм ей нужно было бы не менее двух с половиной тысяч калорий в сутки возможно для кого-то сейчас то будет большим открытием смысле так много да на самом деле действительно при этом при этой калорийности она бы прекрасно худела но так как ела она мало дать ей такую большую порцию я просто не могла было бы чувство тяжести переполненности желудка ощущение даже там тошнота да иногда может начаться изжога ну то есть это такие неприятные ощущения поэтому я понимаю что такую большую порцию она просто не осилит диетологии есть такой момент когда мы идем всегда да вот плавно от скажем от того что есть на данный момент к той норме которая должна быть это применяется и в питании да когда мы выравниваем эту порцию когда они слишком большие и мы постепенно их приводим к норме или когда они слишком маленькие и мы их приводим к норме что мы сейчас делаем с аней когда например люди мало пьют воды да и а им оказывается нужно пить там два два с половиной литра в день и вот они сразу же начинают столько употреблять жидкости и получают отеки постоянные позывы в туалет да это все вот неприятно мешает даже просто обычному быту поэтому то же самое делается из той же водой когда вы понимаете что вы сегодня пили всего-навсего один стакан но вам нужно пить там 8 стаканов и вы плавно постепенно вы добавляете по одному стакану в неделю чтобы прийти к этой норме вот это вот плавность да и плавный такой переход он и дает то что у нас нету во первых стресса во вторых нету никаких сбоев в организме да то есть как я сказала с той же водой нету чувства что мы что-то очень резко меняем что-то ломаем да а вот эти плавный переход он как раз и приводит тому что человек плавно адаптируется к новому образу жизни поэтому изучив ее питание я подобрала ей калорийность 1800 калорий я не буду здесь здесь упоминать белки жиры углеводы потому что кому-то эта информация будет абсолютно бесполезно да а для тех кто разбирается в этих цифрах но собственно тоже я не буду сейчас углубляться потому что опять же все очень очень индивидуально не для всех одинаковое количество белков нужно не для всех одинаковое количество углеводов мы подобрали ей оптимальный вариант исходя из того питания который не сейчас было на 1800 калорий у нее сейчас есть 4 приема пищи ей сытно ей хорошо она говорит я не чувствую вот этого вот переполненности я не чувствую голода первое что она заметила уже что она говорит у меня будет появилась наоборот чувство того что мне я могу управлять своим аппетитом и очень быстро она отказалась от кофе с сахаром говорил что ей будет достаточно тяжело потому что это была прям привычка сформированной годами но благодаря вот этому питанию который выровнял инсулин выровнял скачки глюкозы тяга к сладкому кофе она прошла что мы сейчас делаем у нее питание рациональное или средиземноморская для многих это уже такие известное название то есть это собственно то программа питания которая лежит в основе всей пирамиды программ питания их очень много есть и многие делать большую ошибку потому что они начинают с самых жестких самой верхушки но это нельзя делать потому что чем выше тем жестче тем сложнее и после хаотичного питания когда она не была выстроена когда не было ни режима да когда было очень много пищевого мусора в рационе переходить там на тоже кето питание lc в питании на какие-то аутоиммунные протоколы будет большим стрессом поэтому всегда нужно начинать с базы вот мы с ней собственно с базы то и начали порцию мы с ней регулируем овощами что абсолютно нормально да это принципы волюметрическая диета и об этом я говорила в прошлом видео еще добавлю что какой основной такой принцип да еще в ее питании то что мы идем по питанию с низким гликемическим индексом то есть наша задача сейчас запустить жиросжигание таким образом что мы выравниваем инсулин который постоянно раньше зашкаливал и кстати для людей с инсулино-резистентностью это тоже очень важная информация потому что часто говорят что с инсулино-резистентностью похудеть невозможно в этом есть часть правды действительно потому что инсулин он полностью блокирует жиросжигание он наоборот такой гормон который строит строит мышцы строить жир он строит все вокруг и он не любит ничего рушить поэтому нам нужно его снизить чтобы дать возможность другим гормонам заниматься разрушением жировой клетчатки как мы это можем сделать только питанием не таблетками и таблетки они абсолютно не дадут такого эффекта какое может дать питание снижая скачки глюкозы то есть мы не едим ничего сладкого сладких фруктов быстрых углеводов которые дадут быстрый подъем глюкозы нету быстрого подъема глюкозы нету высокого подъема инсулина и еще скажу что тоже большая ошибка многих людей которые имеют лишний вес инсулинорезистентность возможно вы просто слышали такие рекомендации что нужно уйти на два приема пищи день или на один на самом деле это не так потому что есть базальная выработка инсулина то есть инсулин независимо от того мы с вами едим сегодня или голодаем да например сделали разгрузочный день и вы просто ничего не едите целый день при этом у вас верной инсулин вырабатывается примерно каждые четыре часа но там 45 раз сутки он вырабатывается в любом случае то есть вот эти вот сократить прием пищи это не значит что мы просто закрыли возможность по желудочной железе вырабатывать инсулин нет он будет вырабатываться все время но мы можем с вами снизить скачки инсулина и мы это можем сделать именно питанием поэтому 4 приема пищи это оптимально для снижения веса для снижения инсулина и у меня очень много таких результатов я даже прикреплю сейчас скрины когда мне люди писали о том что снизился индекс хомо снизился инсулин ушла инсулино-резистентность снизилась глюкоза без таблеток только на питании на четырех приемах пищи снижая питанием глюкозу мы снижаем инсулин инсулин держится в норме и мы открываем своим путь в жиросжигание без стресса без голода без одного приема пищи который кстати может привести к другим осложнениям да инсулин то у вас снизится при одном прием пищи но при этом будут застои желчи образование камней и желчном да и это знаете как здесь одно лечим а другое к лечим вот поэтому мы снизим вот по такому принципу собственно подводя итог да как я работаю для вас то тоже думаю что будет такая интересная информация и как вы можете еще продиагностировать себя первое изучить полностью вес здоровье возраст а диетную историю человека и цель естественно да кто-то приходит к нам худеть а кто-то приходит набирать вес а есть те кто уже похудели самостоятельно но приходит закреплять и удерживать вес второе обязательно отследить питание какое на данный момент это кстати будет еще очень интересно для тех кто столкнулся с плата то есть с остановкой веса и такие люди тоже приходят похудел сам на 20 килограмм еще 20 надо сбросить но ведь вес остановился что делать опять же мы отслеживаем а что вы едите на данный момент сколько раз у вас еда какая-то еда и мы уже здесь можем найти причину почему вес стоит если мы не находим здесь причину тогда есть специальные программы которые помогают вес подтолкнуть да опять же без стресса без голода и так далее мы подбираем калорийность которая будет закрывать потребности энергетические для человека но при этом она не будет превышать его пищевые возможности либо наоборот мы закрываем пищевые энергетические потребности но при этом стараемся удовлетворить желание человека вот в объемной еде и такое было когда я работала с человеком 180 килограмм и при этом да я не могла ему прописать 5000 калорий 3000 калорий и он привык есть много в таком случае мы увеличивали максимально порцию до чтобы ему было тоже комфортно потому что он чувствовал насыщение только тогда когда желудок просто уже распирала и это тоже возможно все подкорректировать и подогнать индивидуально на первых двух неделях мы занимались с ней абсолютно только питанием восстанавливали режим следили за сном и фокусировались только на рационе абсолютно без физических нагрузок физические нагрузки мы с ней подключили на третьей неделе об этом я расскажу чуть попозже в следующих видео и собственно результат уже достаточно хороший до за две недели у нее ушло практически пять килограмм вот при этом она ведь я чувствую наоборот какое-то во первых чувство облегчение что я начала что-то делать а не откладывать я чувствую что у меня энергии много у меня много сил я глубже сплю она отметила сразу что у нее ушли отеки уже на пятый день после начала программы питания почему еще тоже объясню потому что избыток соли и сахара в питании будут давать вот эти вот задержку воды как сахар так и соль задерживает воду если одна молекула глюкозы притягивает 4 молекулы воды то с солью одна молекула соли будет притягивать 10 молекул воды то есть представьте мы можем благодаря опять же вот такому вот чистому рациону из продуктов которые вы купили приготовили самостоятельно без вот этих вот полуфабрикатов мы можем даже снизить эту отечность и она уже заметила это на пятый день на год у меня ноги перестали отекать утром это смотрю себя в зеркало битве абсолютно нормальные глаза низ не опухли лицо не 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 раздула от воды я себя чувствую прекрасно поэтому собственно вот вот так вот мы начали работу обязательно я буду следующих видео рассказывать как это все продолжается буду делать отдельно видео с аней когда она делится своими эмоциями своими сложностями отдельно буду еще делать такие видео с пояснениями самостоятельно а я уверена что после просмотра этого видео у вас возникнут вопросы по вашему питанию по вашему весу по вашей диетной истории обязательно оставьте комментарий я разберу каждый вопрос и отвечу вам лично вот ну и вообще как вам такой новый формат такой неформальной обстановки без пиджака без специального света вот если зашло то поставьте обязательно лайк все до следующего видео всем пока